МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами дежурный по городу. Меня зовут Игорь Гиндис. Вместе со мной работает оператор Михаил Осетров. Начнем с кулинарного шедевра, который наш телезритель Андрей Кулаковский подглядел в одной из пермских столовых. Салат из белок. Мы улыбнулись. А вот еще один кадр дня, на сей раз от Маргариты Антоновой. Прямо целый фоторепортаж. Снято в детском саду номер 286. По проезду Якуба Колоса. Тема ледового городка. Пермь великая. Любуйтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не дождался 1 мая? Выбросил елку в феврале? Слабак! Именно так называется кадр дня от дежурного по городу сегодня. Есть дороги большие, есть междворовые проезды, а есть маленькие трубки, неофициальные. Но люди их любят, потому что они чертовски удобны. Это одна из таких. Улица Инженерная 6А вдоль торца дома. Ребятишки здесь частенько из школы гоняют и в школу топают. А вот что висит у них над головой. Ну, такой увесистый пластик снега. Нельзя сказать, что он сию секунду готов кому-нибудь на голову свалиться, но еще немножко, и он может это сделать. Будет страшно. Один из характернейших звуков здесь, на Холмогорской 2, это шуршание пластиковых пакетов. Почему? А потому что вся контейнерная площадка завалена этими самыми пакетами с мусором. Их гораздо больше, чем контейнеров под этот самый мусор предназначенных. Как результат, не площадочка, а маленький филиал пермской городской свалки. Причина непонятна. То ли не рассчитали количество баков, то ли еще что. Но выглядит ужасающе. Напоследок, как всегда по понедельникам, дежурный подводит очередные итоги конкурса на лучшую новость недели. Нынче у нас победителем становится Ирина Калугина, которая рассказала про занятную решетку-паутинку на улице Леонова. Ирина, вы отправляетесь в Пермский академический театр-театр. 12 февраля там состоится спектакль «Сара Бернар фан-клуб». Спектакль построен на мемуарах великой актрисы и ее бывшей лучшей подруге, которая стала злейшей соперницей. Должно быть интересно. На этом Игорь Гиндис и Михаил Ситров заканчивают свою работу. Не забывайте телефон нашей информационно-справочной службы, сайт в интернете, группу ВКонтакте. Встречайте завтра Анну Водоватову. Ну, а на сегодня все. Спасибо, удачи. Пока.